В чём сущность водородной энергетики? Если себе представить пиццу, две трети углеводорода. То есть мы говорим про угрозу окружающей среды? То есть мы вынесли банку с нашей водой, погрузили туда электрод, поставили на солнце, подключили баллон с водородом и начинаем собирать водород. А в этом выгода-то вообще есть? Всем привет, с вами инженерный подкаст и его ведущий Никоноров Александр. Сегодня мы поговорим о водородной энергетике, о том, что это такое и почему все говорят, что за ним будущее. Сегодня у нас в гостях аспирант Института Лапласа Алексей Славьёв, с которым мы обсудим, насколько правы эти все. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Александр. Сегодня мы поговорим о водородной энергетике в целом, такой, скажем, водный курс. А в следующий раз поговорим непосредственно об исследованиях о водороде в Нияумифе. То, чем, собственно говоря, Алексей непосредственно занимается. Давайте начнем с такого вопроса, в чем сущность водородной энергетики. То есть я понимаю, что такое, например, тепловая энергетика. Мы там сжигаем условный уголь, получаем энергию и все. А что нужно сделать с водородом или, может, даже не с водородом, чтобы мы могли назвать это водородной энергетикой? Ну, в принципе, водород тоже можно сжигать. Тоже есть специальные двигатели внутреннего сгорания на основе водорода, но об этом немножко позже. В принципе, водородная энергетика, ее можно разделить на ряд, скажем так, звеньев в цепочке. То есть первое звено – это, безусловно, получение водорода. Следующее звено – это, наверное, его очистка, потому что хорошо получить чистое топливо без примесей. И, в принципе, это одна из самых сложных задач в плане сеть с почки водородной энергетики. Следующее – это накопление водорода, его транспортировка, тольную степень его потребление. Ну и еще один кусочек, еще одно маленькое звено – это безопасность. Не очень часто затрагивают эту тему, однако, на мой взгляд, она достаточно важна, потому что, как известно, процент содержания водорода в воздухе выше 4% – это уже гремучая смесь. И этот, скажем так, газ, он взрывоопасен. Поэтому я, наверное, предлагаю пройтись по данным пунктам, а потом уделить внимание тем разработкам, которые сейчас реализуются в НИОМИФИ, ну, а в частности, в институте ЛАПЛАС на кафедрах и в лабораториях нашего института. Ну что же, наверное, я обращусь к некоторой исторической справке, что сама водородная тематика, она, скажем так, не новая. То есть, она появилась в 70-х годах прошлого века после первого нефтяного кризиса 1973 года. Он дал, скажем так, некоторый толчок к поиску новых источников энергии, альтернативных. Это первый, скажем так, первый столб, с которого началась водородная энергетика. А второй – это проблема больших озоновых дыр. Тоже эта проблема, скажем так, появилась, обнародовалась где-то в 70-х годах. И тогда мировое научное сообщество, и не только, в том числе и экономисты, а так далее, начали искать, вот, может быть, можно найти какие-то альтернативные источники тем, которые есть. То есть, мы говорим про угрозу окружающей среды, потому что мы ищем более экологический вид энергии? Безусловно, конечно. То есть, это вот первая, скажем так, основная причина поиска других способов первичных источников энергии. Если так вот посмотреть на сегодняшний день, то две трети от первичных источников, это примерно 66-67%, приходится на углеводороды. То есть, уголь, нефть, газ. Безусловно, нашу современную жизнь невозможно представить без них. Однако, у них есть масса, скажем так, отрицательных аспектов. Первый, наверное, такой, который мы знаем со школьных скамней – это загрязнение. Примерно 15-17% приходится на гидроэнергию, ну, то есть, гидроэлектростанции. Где-то в районе 10-12% на атомные станции, атомная энергетика. И оставшиеся проценты, то есть, это 3-4% – это ветряки. Где-то в районе 2% – это как раз непосредственно возобновляемые источники энергии, куда и входит водород, водородная энергетика. И примерно 1% приходится на солнечную энергию. То есть, если посмотреть вот так вот в Кубе, то, естественно, вот то, о чём мы сегодня говорим – это некоторая статистическая погрешность относительно всего вклада. Однако, скажем так, оставлять идею более широкой реализации водородной энергетики, я думаю, что, наверное, не в планах, которые, скажем так, можно посмотреть в прессе и в литературных источниках. Это некоторое выравнивание распределения основных источников энергии, первичных, к 2040 году. То есть, если себе представить пиццу, вот сегменты, когда её разрезают, они примерно все одинаковые. Вот примерно вот так вот и по идее учёных, по идее экономистов хорошо было, чтобы выглядело распределение. То есть, примерно 18-20% занимало бы каждая вышеперечисленная область. То есть, сильное сокращение углеводородов, то есть, с 66 где-то до 20%, небольшое увеличение вклада гидроэлектростанций где-то до 20%, ну, опять же, до 18-20%. И, конечно, безусловное увеличение альтернативных источников энергии, о которых мы как раз сейчас и говорим. Вот это такая, скажем так, некоторая историческая информационная справка по поводу, где сейчас находится, в каком месте водородная энергетика. Наверное, перейдём к способу получения непосредственно самого водорода. Тут, скажем так, в первых таких больших объёмах водород получили из паровой фазы, то есть, прогоняя воду через жерло пушки, сильно нагрета. То есть, это некоторое термическое превращение водяного пара в водород, то есть, разложение воды. То есть, в принципе, можно в плане получения водорода выделить по разной номенклатуре, но мы сейчас разберёмся. То есть, это и термическое, и электрическое, и химическое, и биологическое получение водорода. То есть, по-разному можно, из курс химии мы знаем, что водород можно в виде рязных реакций получить различными способами. Но если посмотреть на эту проблему так более глобально, то получаем мы водород в промышленных масштабах двумя способами. Это первое, используя те же самые угли водорода, то есть, это или уголь, или метан, или используя, в данном случае, воду. В плане воды, как я уже сказал, это могут быть термолиз водяного пара, то есть, когда термически разлагаем воду. Или самый наиболее экологически чистый способ, это каталис, то есть, когда мы с помощью электричества, грубо говоря, разрываем молекулу воды и получаем два продукта реакции, это кислород и водород. Ну вот, чуть позже, про самый чистый способ, про каталис, я чуть позже расскажу. Безусловно, что есть и, как я уже говорил, в качестве источника водорода, когда используют уголь и метан. Ну, метан просит достаточно простой способ, это формула его CH4. То есть, получение водорода из метана, это соединение метана с водой. То есть, CH4 плюс H2O, мы получаем CO плюс H2O. Однако, в получении водорода с помощью углеводорода, некоторым таким экологическим способом, мы всё равно никуда не уходим от загрязнений. Поэтому и основной свой взор, вот сейчас это мировое научное сообщество, именно направлено на получение водорода с помощью катализа, ну и также с помощью разных биовещей. То есть, в основном, это, конечно, брожение, когда с помощью молекул, то есть, живых организмов, можно получать продукты, их жизнедеятельность, получать водород. А то есть, у меня вот такой вопрос возник. Мы используем электроэнергию или уголь для того, чтобы получить водород, из которого мы хотим получить в конечном итоге энергии. А мы же затрачиваем энергию электрическую или другую, а в этом выгоды-то вообще есть? Вот. Самый главный вопрос, и, наверное, это основной вклад, почему водородная энергетика не достигла на данный момент вот такого большого процентуального расширения, то есть, там всего-то 2% относительно всех, именно то, что для получения того же самого водорода нам нужно затрачивать большое количество энергии. То есть, в принципе, метод не совсем получается рентабельный с точки зрения экономического вклада, и многие из этих методов самого получения, кроме, конечно, катализа, они тоже вносят существенный вклад в плане загрязнения нашей среды. Поэтому тут надо как бы сейчас вот разобраться, почему же всё-таки развивают эту тематику, и в чём выгода. А я, кстати, ещё вот добавлю. Я слышал, что когда мы используем катализ для водорода, их выгодно использовать рядом строить с атомными станциями, потому что электричество, ну, людям по большей части нужно днём, а ночью меньше нужно электричество. А на атомных электростанциях мы же не можем этот реактор убавить или подбавить, и он работает в постоянном режиме. Поэтому как бы днём он питает нужды людей, а ночью он как раз даёт нам водород. Совершенно правильно. То есть, это вот и есть один из главных преимуществ народной энергетики, что она является именно как накопитель. То есть, мы накапливаем эту энергию, которая, в принципе, у нас в определённые моменты времени у нас является в избитке. Это, безусловно, это та мощность, о которой вы говорите, что, а в основном это относится к атомным электростанциям, где мощность выделяемая, которую даёт нам электростанция, её невозможно, ну, скажем так, очень сложно менять в зависимости от необходимой нагрузки. То есть, имеется в виду, что днём действительно употребляем больше, ночью меньше и так далее, а она как работала, так работает. И вот эти вот избытки энергии, которые мы получаем, можно её, скажем так, переводить и накапливать в виде водорода. Сейчас, вот на сегодняшний день, достаточно малая доля от общей вырабатываемой энергии накапливается, всего примерно 5-7%. И из этих 5-7% только, скажем так, даже не так, 95-97% накапливается в виде гидроаккумуляторов. Ну, то есть, вода поднимается на определённую высоту, там она какое-то время хранится, когда происходит некоторая нехватка энергии, она сбрасывается, ну, и крутит турбин, то есть, некоторые гидроаккумуляторы. У водорода в этом плане, конечно же, есть ряд преимуществ. Во-первых, он самый лёгкий газ, и в плане накопления можно выделить, наверное, 3 основных способа. То есть, первый из них, это накопление в газообразном состоянии, но, естественно, в сжатом. То есть, сейчас есть современные технологии, современные способы удержания, и на весе, конечно, баллона водорода, при давлении, там, даже свыше 700 атмосфер. У нас, вокруг нас одна атмосфера, а там 700. То есть, естественно, что при таких условиях и накопление, и транспортировка водорода оказывается рентабельной с точки зрения экономического подхода. Это, скажем так, некоторый первый способ. Второй способ – накопление водорода в жидком состоянии, когда мы его сжижаем. Но здесь, однако, нужно ещё включить, скажем, то обстоятельство, учитывать его, что водород в жидком состоянии находится при криогенных температурах. То есть, при чуть-чуть выше абсолютного нуля, он сжижается при 4 градусов килина. То есть, естественно, чтобы его держать в таком состоянии, нам необходимы ещё определённые мощности, ещё определённые устройства и так далее, которые способны были бы его перевести вот в такое-то агрегатное состояние в жидком. Справедливости ради, надо сказать, что существенной разницы с точки зрения экономического вклада транспортировать и хранить его в жидком или в газообразном состоянии, имеется в виду, что при высоком давлении, особого нет. То есть, и там, и там эти способы рентабельны, и они применяются. Ещё один метод, третий метод, как хранят водород, это так называемый водород-металл. То есть, есть определённые металлы, которые способны в своей структуре, в своих элементарной ячейках, хранить определённое количество атомов водорода. То есть, мы его, грубо говоря, при определённой температуре, обычно это, конечно, повышенная температура, материал наводораживается, он впитывает себя как губка водород, температуру мы отпускаем, и водород остаётся внутри данного материала. Он там может бесконечно долго храниться, когда он нам необходим, мы, опять же, поднимём температуру, и водород из вот этой структуры выходит. Причём вот именно процент заполнения, он достаточно высок. Единственный минус вот этой технологии в том, что тот материал, который мы используем в качестве, ну, скажем так, губки, он тоже, естественно, имеет определённую массу, и при перевозке, и хранении, и так далее, естественно, он заполняет как объём, так и его нужно включать в ту массу перевозки, которую необходимо затрачивать, и так далее, для вот хранения. Ну, вот, в принципе, я обрисовал ту ситуацию, как хранят и в какой-то степени, как перевозят водород. Я хочу вот ещё один момент заметить. Возможно, наши слушатели слышали такую распространённую вещь, что водород – самый распространённый элемент во Вселенной. Наверное, надо отметить, что во Вселенной именно, а не конкретно на Земле. Да, конечно. В плане распространённости я согласен. На Земле действительно водорода много. Я к тому, что может возникнуть вопрос, а почему такие сложности с водородом, с обычным и подобным? Правильно, да. Ну, то есть, из Вселенной всё равно надо как-то получать. Даже если, ну, говори именно о Вселенной, ну, а если всё-таки более приближённо к нашей действительности, имеется в виду, к Земле, то водорода действительно много. Он находится в состоянии, в жидком состоянии, имеется в виду, в соединении, то есть, в водах. Воды на планете Земля достаточно много, однако, чтобы его получить, то есть, рассоединить его от кислорода, это тоже целая задача. И о ней, наверное, сейчас и поговорим. Наверное, наиболее с точки зрения, даже не рентабельности, а с точки зрения экологических загрязнений, получение водорода из воды, он является самым чистым. То есть, метод катализа. Однако, здесь можно разделить на три, ну, три отдельных, скажем так, головы, то есть, катализ, фото- и электрокатализ, и фотокатализ. То есть, это, скажем, три этапа, вот в рамках которых сейчас и работают основные, ну, скажем так, научные центры, научные лаборатории, которые вот пытаются плавно перейти от электрокатализа к фотокатализу. О чём я говорю? То есть, электрокатализ, ну, известный метод со школьной скамьи, когда в сосуд с жидкостью, в данном случае, это вода, на самом деле, конечно, не вода, а слабый раствор, то есть, слабый очень раствор, серный кислот, погружаются два электрода, и на эти электроды подаётся разность потенциалов. Где-то на один плюс, на другой минус. Образуется электрическое поле, и это электрическое поле, оно не разрывает молекулы воды или молекулы серной кислоты, а растягивает их, потому что в слабом растворе серной кислоты всегда есть ионы H+, ионы SO4-. То есть, молекула серной кислоты, H2SO4, она всё время диссоциирует и рекомбинирует под действием энергии КТ, то есть, обыкновенная температура, то есть, 24 градуса Цельсия, она вот, этой энергии достаточно, чтобы эту молекулу разрывать, чтобы она разрывалась и обратно соединялась. Вот этот процесс динамический, и когда мы погружаем туда электроды и подаём разрыв потенциалов, то есть, создаём электрическое поле, оно просто вот эти вот ионы. Она её растягивает, то есть, H+, подходит к отрицательно заряженному электроду, а SO4 положительно заряженный. Далее, H+, должен взять один электрон, перейти в H0, потом по реакции Тафеля или Хейровский, эти два атома соединяются в молекулу, и в виде пузыря всплывают. Вот у нас получился первый продукт реакции. Вторым уже продуктом реакции является кислород, то есть, группа, и он SO4 подходит к положительно заряженному электроду, отдаёт ему свои два электрона, образуется радикал SO4,0, но, однако, в природе он такой во времени существовать не может, поэтому он сразу реагирует с водой, SO4 плюс H2O, также образуется серная кислота, H2SO4, и кислород, который также в виде уже молекулы всплывает в виде пузыря. У нас получил второй продукт реакции. Вот, в принципе, тот процесс, который реализуется на практике, когда мы говорим об электрокатализе. Однако, как я уже говорил, то есть, есть некоторые всё-таки основополагающие принципы физики, то есть, принципы сохранения энергии, мы не можем получить энергии больше, чем затратили, то есть, вечных двигателей-то не существует, и поэтому, естественно, что эти, скажем так, продукты, при их обратном соединении, они соизмеримы с теми, с той энергией, с которой мы потратили, для вот разрыва этой молекулы. Поэтому, чтобы как-то выпутаться из этой ситуации, учёные обратили свой взор на наш естественный термоядерный источник, на Солнце. То есть, использовать солнечную энергию в процессе диссоциации воды. То есть, о чём я говорю, что создать такие структуры, которые бы увеличивали, увеличили бы в разы свою каталитическую активность под действием солнечного излучения. Ну, поскольку там довольно широкий спектр, то есть, есть ультрафиолет, инфракрасный, видимый диапазон, но сейчас основные разработки ведутся именно в том, чтобы в видимом диапазоне света создать такие структуры, которые, скажем так, под действием солнечного излучения, бы в разы, в разы, в разы увеличивали свою каталитическую активность. Также мы оставляем ещё в данном логическом процессе ещё и ту разность потенциала, в которую мы подаём на электроды. А в идеале, в принципе, уйти от электрокатализа и просто перейти к фотокатализу, когда только под действием солнечного излучения, то есть, мы вынесли банку с нашей водой, погрузили туда электрод, поставили на солнце, подключили баллон с водородом и начинаем собирать водород. Ну, я, конечно, очень утрированно прессовал данную ситуацию, но именно вот эта вот цель некоторая такая, вот в рамках которой и многие лаборатории, учёные работают на сегодняшний день. И чуть-чуть поговорим о, наверное, о способах, в принципе, о способах, скажем так, аккумулирования энергии, то есть, почему именно всё-таки водород. Ну, если посмотреть, то способов аккумулирования энергии, их, ну, наверное, таких крупных, наверное, пять. То есть, ну, безусловно, всем нам хорошо известно, это аккумуляторы, то есть, на основе литий-одовой, которую сейчас мы используем в технике и так далее. То есть, ну, у них в плане вот потребления потребителя вроде нас простых людей, конечно, они удобны, то есть, они способны довольно оперативно заряжаться, заряжаться и так далее. К примеру, каких-то промышленных аккумуляций энергии, ну, к примеру, проблема обесточивания аэропорта. Бывают такие случаи, и когда необходимо включение альтернативных источников в течение, допустим, миллисекунд, то держать огромное целое, допустим, здание из аккумуляторов, которое способно поддерживать жизнеспособность аэропорта на протяжении ряда часов, а может быть, даже и дней, то это довольно небезопасный способ именно хранить энергию в виде аккумулятора, поэтому там сейчас масса переходит на механическую аккумуляцию, то есть, когда постоянно скоростью вращается огромный маховик, и вот накопил в своё время ввиду своей инерциальности большое количество энергии, и вот когда происходит обесточивание, то включается он, и вот за счёт своей инерциальности он, конечно, поддерживает жизнеспособность аэропорта. Вторым, наверное, способом является это, допустим, накопление в виде разных, в виде шатого воздуха, в виде того же самого гидроаккумуляции, когда мы переводим или, допустим, вещество в разные агрегатные состояния, то есть, ну, допустим, воздух сжимаем и так далее, допустим, переводим вообще какие-то вещества в жидкое состояние, вот тем самым накапливаем энергию. Магнитное, допустим, накопление, это, ну, уже перехожу немного к эксотике, это вот всякие сирповодящие элементы, это та же самая у нас, ну, об этом я, правда, говорил, то есть, в плане батареи, там, суперконденсаторов, то одним словом, вот я примерно перечислил основные, и, естественно, что в их число входит и непосредственно сам водород именно как источник, как способ накопления энергии, если у нас уже есть какой-то избыток её где-то, или это, допустим, на атомных электростанциях, или там гидроэлектростанциях, или, допустим, использование солнечной энергии в качестве источника. Безусловно, как таковой водород нам, наверное, не очень интересен, ну, как обыкновенному потребителю, ну, что водород, водород, некоторые элементы и так далее, пускай он даже у нас вот в баллонах стоит и так далее, ну, и какой нам толк от него. Поэтому, естественно, его нужно что-то с ним делать, чтобы получить от этого какую-то выгоду, имеется в виду, что перевести в другой источник энергии, там, к примеру, в механическую или в электрическую. Ну, здесь можно выделить, наверное, два основных способа. То есть, первый – это обыкновенные двигатели внутреннего сгорания, на принципе, сгорания водорода. Здесь есть как свои плюсы, так и свои минусы. Безусловно, в качестве существенного положительного вклада можно считать высокую температуру сгорания водорода, то есть, это порядка 2000 градусов Цельсия. Это примерно вдвое больше, чем температура сгорания бензина. Бензина сгорает примерно при 900. Естественно, что и при от них и тех же количествах, объёмах. Здесь мы видим заметный вклад в водород, заметное преимущество. Это первое. И такое, наверное, основное, что хотелось бы отметить. Однако, с точки зрения экологии, тут нельзя так однозначно сказать, потому что, с одной стороны, безусловно, посмотреть логически, что сгорает водород, то есть, получается горение, отсоединение, то должна получиться та же самая вода. Однако, если процесс горения осуществляется на воздухе, то в воздухе у нас не только кислород, а очень много газов. И вот как раз при таких температурах образуются уже оксиды азота, которые и являются, скажем так, ядовитыми газами. И их распространение вот так в атмосфере, оно, конечно, крайне-крайне нежелательно. Поэтому тут надо, опять же, подходить именно к процессу, как осуществлять процесс горения водорода. В принципе, его можно посмотреть. Это очень красивый эффект. Его можно увидеть, что называется, в быту. Это когда поток обыкновенного мукулярного водорода, просто из баллона, направляются на платин. А платина в данном случае является хорошим катализатором. Обычно платину берут в виде губки, такое, ну вот как такое пористое вещество. На него направляет поток водорода. И вот в объёме этой платина происходит именно процесс горения. Красивый факел образуется. Ну вот именно так вот. То есть не нужно там никаких зажигалок или ещё. То есть в некотором привычном для нас образом, как происходит процесс поджига, просто мы направляем на платину водород, и хопа, он начинает гореть. Тем более повторюсь, что температура высокая, и есть и платиновые, извиняюсь, платиноводородные сварки, которые не очень часто, но всё-таки используются в промышленности. А уважаемые слушатели, те, у кого дома есть молекулярный водород и платина, проведите этот эксперимент. Можете его даже заснять и прислать нам в комментариях, чтобы все могли посмотреть на это. И вторым методом преобразования энергии, уже сейчас непосредственно в электрическую, это электрохимические генераторы. То есть когда в некоторое устройство подаётся кислород и водород, в середине находят его на мембрану, то есть происходит некоторое разделение, образуется некоторая замкнутая цепь, которая по внешней цепи текут электроны, и как раз создаёт тот непосредственно ток, который нам необходим, а в качестве продуктов реакции также мы получаем воду. Вот как бы два типа, причём вот второй в плане трихимических генераторов, он сейчас более популярен, и причём их создаёт промышленно, и пытаются внедрять, ну скажем так, водородную промышленность. Там, конечно, тоже есть свои сложности, в том плане, что сильно зависит от скорости диффузии, также сильно зависит, я имею в виду КПД данного устройства, сильно зависит от площади самого устройства. Известно, что вот эти все электрохимические устройства, они сильно зависят от физической, не геометрической, а метафизической площади этих элеметров, где происходит непосредственно взаимодействие с газом. И тут эти проблемы тоже необходимо решать. Ну что ж, думаю, на этом и закончим наш сегодняшний выпуск. Спасибо, Алексей, что пришли к нам. Но я с вами не прощаюсь, потому что в следующий раз мы снова с вами встретимся и поговорим уже непосредственно о том, что происходит в мифе касательно водородной энергетики. А с вами был Неканоров Александр, до новых встреч. В следующих сериях. Лазар стреляет в мишени. Это не будет взрывоопасным. Произошёл в камере небольшой взрыв. Как не экологично. А давайте попробуем поискать какие-нибудь другие способы. А что такое запрещённая зона? Народ, так сказать, присел. Какие шансы у России стать мировым лидером водородной энергетики? И в принципе всё. Слушайте нас в ВКонтакте, в Яндекс.Музыке. Я надеюсь, что мы там есть в Спотифае. А, ну его вроде заблочили, да? Ну, в общем, ну где-нибудь-то слушайте. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok